ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, погнали? А, вот уже играете. Привет, дорогие сябры! Наши ворвания крышечку не своя часово отбывается. Для вас сегодня в якости комментаторов працуют Пит Павло и Андрюш Текендан. Коли кто не ведает, играют наши Динамо Минск. И немцы. Ну, немцы с Украины. У меня такое одразу питание. А наши они у синем, а у белых? С каждого боку на плясовце находятся по пять игрочков. Граков, гульцов, тихокеистов. С каждого боку, из нашего, из Донецкого. И один воротар. Вот эти пять в свой бок поделяются на тройку в нападе и двойку в обороне. Не занадто информативный наш комментарий. Вы зараз атаковали нашу браму. А для наших хлопцы, я так разумею, отбили вас, это и заребили отпор. Ларс Хауген показал все без леп шарабоку. Телефон есть? Где это отбывается на ухл? Это в Минске арене, дарыч, и матч проходить? Ну, выкатая. Дарыч, наши забили его. Виншую у всех. Мы перемагаем по куль, что... А кто ж таки... Я спадзюся, нам покажут. Все виншують плата. Значит, это набыток с Канады. Я так разумею, недаремный набыток. Этот наймит показал себе с лепшого боку. Недаремный он был. Рекрутованный в нашу дружину. На 25 годов. Спадзяюсь, что не на такий термин. 1-0. Ну, хоккейный лих, это таки, звичайный. 5-2. Вот такие. 6-4. Уже более... Коли более, это уже так званый разгром. А это, я так разумею, тренер. Только невядома, чей тренер. Ну, у него белая кашуля, червоный галь, что к махчама наш, а махчама и не. Ну, глядячи по кольерах, он мог бы быть, конечно, наш. И у нас черговая замена. Нет, это не замена. Это не замена. Это было порушение. Это было порушение. 11-й номер, такие, показал, кто ухать и господар. А кто ж выйдет на замену? Хиба что, 23-й номер, нет? 23-й номер, это Андрей Стась, и он нападник. Тому он не мог заменить Иргла. А не мог, и заменил. Ну, главное все поставить на такую плынь кирования. Канадцы працуют, беларусы кируют. Якое володание шайбой? 22-й номер, Канада, и он, че Чехия. Это сбынок Иргла. И снова сбынок Иргла. Дареча, засталось все семь хвилин, а вы еще играть. Динамичная гульня, украинцы нарушают темп, але ничего им не удается. Это тренер наш. Это наш тренер, так. Суровый, кажется, жорстко гуляется, и он, так разумею, захвачивая наших гульцов до такой мощной гульни. Вот я не веду, те это головный тренер. Потому что я не ориентуюся. То есть сотник, десятник. Ну, головного тренера прозвище, уважаемые глядачцы, Александр Леонидович Андреевский. Коли это он, то не диво, что наши так добро играют. Потому что в руках такого тренера, ну, забоишься играть кепско. Понимаешь, бачно, что человек может тримать ситуацию. Уломить. Уломить может, так. Все, наш в полном складе. Я сподеюсь, что зараз Иргл, отпочивший две хвилины, кому будет помнить. Было б не кепско. Мы разгортываем контратаку. Куткая контратака. И, когда уже играют, и гол. Черговый гол. Ну что ж, это, який номер? Мы бачим 20... А ли бачно, что инициатива сходила минавито отпочившего Иргла. Тяжко сразуметь, как что отбылось, 19 номер дает добрый пас, сам проходит, его заваливают. Сам же отремливые. Но все ж таки 23-й, по-моему, закинул. Андрей Стась. Андрей Стась. Когда поглядеть на список, там немало украинцев в их команде. Есть, правда, несколько белорусов, Степан Грачевских. Ну, может быть, это агенты уплыва у наших. Кто ведет? Мы снова разгортываем. Это так званая пятая колонна. Али сегодня Степан Грачевский, на жаль, не играет. Гучить свисток. Команды разыходятся на перепынок. Заважьте, какая хитрость отбулася. Теперь мы злева находимся. Так, так, брамами поменялись. Что, еще один гол? Офигеть. Ну, да рэч, было незаважно. Так, это таки... Тихой Сапой. Это называется Тихой Сапой. Тихой Сапой был загнан. Али, да рэч, та ж самая тройка у нападзе. Трыбуны, як кажуть, вітаюць, галы, не дзівна. А вот цікава... Вот таки был Збинник Иргал, Лібар Півка и 92-й номер. А 22-й забью реалізацію. Та ему лайне. Ну, ось все три лігіонеры отпрацывали. Крвавые доляры, які отримовуюць отношения. И сами сабой выращается пытання. Ці варты, ці не варты? Не, оно выглядяє крышку па іншому. Безумовно, што гэта школа канадская хакею, чешская, яна знаходяцца на самой вышыній. Але пытання выглядя іншым чыном. Ці варта тратить гроши, выписывать за мяжи, ось гэтых наймітаў, ці все ж таки гэтаі грошы кінуць в падрыхтовку сваіх з дзяцінства. У дзюцячий хакею, у юнацкі хакею, у кадецкі хакей. Каб выніку отримаць все ж таки чехаў. Потым отримаць своїх беларускіх грачоў. І прадаць їх у Чехію і Канаду. Ну, от адзіная праблема, што яна пачынаюць сваліваць. Зваліваць, ну. Мусяць все ж таки отпавідаць. Рыба шукае дзя глыбей, а Беларусь дзе болеў бабла. Зверніць ўлагу на форму наших. Гэта прабіраўчыць прабашці? Я думаю, што гэта дзяўчыны, грубо патрынкі, і аны просто задзейничаны. Яны зрыглеўк, шуфлём, задзейничаны, як прабіраўчы. Шматфнаціональні дзяўшаты. Неколькі спеціалісті. Неколькі спеціалісті. Я думаю, што неколькі. І тим більш, хто не веде, там ад лёду доволі холадна. А дзяўчаты наші? Дзяўчатая прабаўць ничто. Толькі біалізна. Причім, ў нікарых нема навад біалізни пад гэтымі дзвіными шматками. Столькі гэты, ну, так званая форма. Усё дзяля фронта, як кажысь. Дзяля фронта, дзяля перамоги. Дзарачы, вы ведеці всіх гэты анекдот. Калі, напрыклад, набрасываецца два-тры чалавеккі на одного, то нашы начынают кричаць неочесно. Гэты рядома анекдот по хоккейі. На мой погляд, даволі удаў. Зараз, дзарачы, ўходзіць на другі перапынак. А вось гэты іліш бі 9, 11, 10, 12... Гэты рэклама, Андрюш, тобі ўшо казалі. Гэты рэклама. Гэты рэклама. Гэты рэклама фівасіка. Уже трэцій перээд нашей гульні. Гульні Динамо Мінск супраць Данбаса Данецкага. Я хачу сказаць, што гэта ўжо другая гульня. Так званая гульня адказу. І в паперэдній гульні нашы вялі пасля двух перээдов 5-1. Пэравага була яшчэ больша, чым цяпер. Пэравага була яшчэ больша, чым цяпер. Але ў трэцім перээдзі украінцы закинулі ажно 4 шайбы. І гульня скончыласся перамогай нашых 6-5. Раздаведався, што гэта вельмі істотная гульня. У нашых яшчэ ёсь гепетэтычныя шансы застацца в плэй-офф. Украінцы знаходзіцца в зоні плэй-офф. Калі зараз яны прээграю. Гэта добра цідранна? Гэта добра, гэта добра. Украінцы, вось гэта данецкі украінцы, які пэраважна... Расіяне. Расіяне. Яны здольны мінавіта ў трэцім перээдзі сабрацца. Пасля той гульні ў Данецку трэнер, паперэдній трэнер нашый дружыны Карл Хайкель з Фінляндыі был звольнен, неглэдзі на нашу перамогу. Тому, што була серая страта, неудач. Наш беларуский трэнер. Ну, як мы бачым, по-перше, прээмна за нашых. По-друге, канешні ж, навраць ці фінгы з долі ўс нашыми мясцовыми кадрами. Працаваць адекватно. Тому, што ў нас, што ж такі, ў спеціфіка, яку треба разумець. Зацікавець, наприклад, грошыны іх немахчымы, грошыня ма. Ніколі і не будзе. Аматываваць іх некім... Ідея кулака. Некім фінскім чынам беларускіх... Просто немахчым. Зверніть увагу на нашыя трэнера. Задоволённый, канешна, спадар Андрэску. Першы разу. Некая усмешка, падамянство усмешкі промельгнуло на суровым твары. Цікаво, яны старышы, ці молодшы, ці восьм... Я думаю, што яны молодшы. Забок, мы молодшы браты росіяну, а украинцы молодшы браты поведна нас беларусов. Росіяне в гэтым братцэрстві самая молодая нація. Калі хто не веде гісторію... Але яны сі ставяць як старышы браты. Не, ну яны могут себе ставяць як заугодна. Гісторію яеш... Ну яеш немахчыма перапісаць. Першая свядома держава была эта Полоцкая княцтва. Потым ўже вялікая Київская Русь. В гэтай гісторіі першынство всё ж таки можна аддаць беларусам і адразу ж украінцам. Расійцы займаюць пачесная трэція. Пачесная трэція мецца, што не крыудна... Не, шановная трэція мецца. Шановная трэція мецца, атрымлівая Расія. Застаяцца згуляць толькі сім хвілінов. А вось як это бачно? Зауважу, што... Вось ў левым куте з гары, гарыць тры. Гэта свечыць про то, што трэцій перыць. І бяжыць просто гадзинник, весь час. Які паказвае... Вельмі зручна, дарача. Ага, ён бяжыць до нуля імкнеться. Так, ён мкнеться до нуля. Ну, ось розмачили, украінцца збіли один гол. Ось бачите, наш галкіпер зробіў все добре. Позиція добра і все. Але вузенька віз гэта шчыліна поміж ногой. Ну, ось глядзяць у ўдзі на гадзині... Уже зразуміло, што... Чакая, чакая... Што нічого ўкраінцы не зробять. Віншую глядачу з перамогой. З перамогой наших хлапцов було приємно назіраць. Ну, і радосно, шчиро радосно за наших. Ізвучу все ж таки трапіць в плей-офф, а там пачаць ад зэраў і може заняць, ну, високіе місце. Паважаные сябры, разыцымся з вами. Дякую за увагу. І глядзіці альтернативныі камінтары на... На чым? Тут бай. На там бай. Альтернативныі ці, як кажуть, ў нас гобліновскі камінтары на тут бай. До побачення. До побачення.